Конфликт по вине в масс-медиа, непонимание между председателем Запорожской облгосадминистрации и представителями полка АЗОВ вызвано неправильной интерпретацией слов. Так сегодня заявил Константин Брыль на брифинге. Подробности в нашем следующем сюжете. Предыстория такова. Полк АЗОВ решил отметить свое двухлетие в Бердянске рядом мероприятий, среди которых планировалось и факельное шествие. Областная власть после консультации с силовиками его не разрешила во избежание провокации и неправильного толкования. Одно из запорожских интернет-изданий приписало губернатору слова о том, что АЗОВ финансируется из России. Это вызвало резкую реакцию со стороны бойцов. Я отправил правительственную телеграмму за свою подписью на командующую национальной гвардии, который сообщил, что нам не обговорена ситуация, включая всех силовиков и служб безопасности в Запорожской области. И нам предложено было, чтобы в вечерний час, дабы уйти от провокаций и уйти от неправильного толкования, убрать факельное шествие. И мне было очень больно смотреть, как журналисты, особенно сайт 061, это все преподнесли. Было странно и непонятно видеть заголовки в разных ресурсах СМИ про якобы финансирование АЗОВа Российской Федерации. Хотел бы попросить принести извинения за сложившуюся ситуацию, потому что наши ребята, которые находятся в Мариуполе и охраняют наш с вами покой, были очень возмущены, взволнованы именно самой ситуацией и высказываниями. По поводу слов о финансировании из России, Константин Брыль заявил, что они касаются препятствования демонтажу памятника Ленину в Запорожье. Я привел пример провокаций со стороны Российской Федерации, и нами этот факт был задокументирован, это тогда, когда мы демонтировали памятник Ленину. У нас есть неопровержимые доказательства, что противодействие сноса памятника Ленина было профинансировано, мы знаем от кого и кем. И в этом есть криминальное проважение в Службе безопасности Украины. Таким образом, конфликт по свидетельству сторон исчерпан, а шествие в Бердянске состоится, но без факелов.